Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. И сегодня мы с вами изучаем нумерологию, а именно число дня рождения, только дня рождения. И по этому числу мы будем определять, каким способом вам улучшить свое материальное положение. Все очень просто и легко. Давайте сначала определим число вашего дня рождения. Если вы родились числа с 1 по 9, ну допустим 5, то у вас число дня рождения совпадает с датой рождения. То есть допустим это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9. Но раз у нас таких цифр всего 9, то если у вас двузначное число дня рождения, например вы родились 11, ну и до 31, ну заканчивая 31, да, то вам нужно его вычислить. Нужно прибавить первую цифру ко второй. Допустим вы родились 14 числа, значит число вашего дня рождения будет 5. Все очень просто и легко. Итак, вы уже определили, я думаю, что прямо в уме, какое у вас число дня рождения. И я сейчас буду рассказывать для каждого числа, как вам, каким способом улучшить ваше материальное положение именно своими усилиями. Итак, начинаем именно с единицы. Единица редко оказывается совсем на мели, но если это произошло, то скорее всего вы просто не рассчитали свои силы. Что касается наиболее верного для вас источника благосостояния, то могу посоветовать, делайте карьеру. В какой бы сфере деятельности вы не трудились, нацельтесь на место своего начальника и начинайте двигаться вперед. Увидите, даже если вы не подвинете вертикаль власти в вашей организации, то скорее всего можете получить предложение с повышением, например от конкурентов. Если же единица имеет собственный бизнес, ей стоит думать о расширении дела. Что касается повседневных отношений с денежными купюрами, постарайтесь ввести в обращение некоторую систему. Например, получая энную денежную сумму единовременно, составьте список того, на что планируете ее потратить. И четко придерживайтесь принятого решения. Иначе возможен вариант, при котором вы запросто убедите себя, что четвертый обогреватель на зиму вам совершенно необходим. Итак, мы перейдем к нашим двоечкам. Основной причиной финансовой несостоятельности двойки может стать ее чрезмерная забота о близких людях. Ход мыслей двойки приблизительно таков. Если человек просит меня купить ему что-то, значит ему это действительно необходимо. Надо дать ему денег. И все будет замечательно. Такой подход можно назвать стратегической ошибкой. Стремясь помочь, двойка может оказать медвежью услугу и себе, и близкому человеку. Во-первых, просящий может истратить переданные ему средства на сущую чепуху. Во-вторых, двойка не сможет приобрести действительно нужную для этого человека вещь, которую выберет по собственному усмотрению. Часто гораздо более уместно. Двойке можно посоветовать глубже вникать в суть просьб о финансовой помощи и научиться отказывать. Ну, хотя бы иногда. Обычно двойка довольно удачная в материальном плане число. Но если необходимо достичь большего, стоит подумать о том, что общение с людьми – ваш конек. И исходить из этого – организатор детской группы по выходным или диспетчер на домашнем телефоне со свободным графиком. Такие занятия не будут противной двойке. Если речь идет о двойке, имеющей собственный бизнес, то можно попробовать привлечь дополнительные средства за счет привлечения новых партнеров. Ну, перейдем к нашим троечкам. Тройка частенько оценивает свое финансовое положение по шкале «хватает-не хватает». Причем каждый представитель этого числа имеет свое понятие о том, на что должно хватать. Тройка может удовлетвориться и весьма скромным достатком, если ей кажется, что она обеспечена всем необходимым. Но тройке может не хватить и довольно значительных доходов, если не все ее потребности удовлетворены. Поэтому первый совет, который можно дать тройке – оцените, что вам на самом деле необходимо. Может быть, некоторые потребности можно сократить, если во время рекламы по телевизору просто переключить канал. Если же после строевого осмотра предметов первой необходимости у тройки все еще не хватает денег, можно прислушаться ко второму совету. Помимо работы над основным финансовым источником у вас может быть хобби или просто какое-нибудь приятное занятие. Просто подумайте, как их превратить в доходное дело. Например, если вы коллекционируете фарфоровых бабочек, попробуйте установить связь с такими же коллекционерами и продавать редкие экземпляры из вашей коллекции. А если вы на досуге занимаетесь составлением сухих букетов, можно стать поставщиком ближайшего магазина сувениров. Вот такая троечка. А мы перейдем к нашим четверкам. Четверка вряд ли допустит ситуацию, при которой ее финансы споют романцы. Обычно представители этого числа стараются контролировать свои расходы и соотносить их с доходами. Все, что имеет четверка в материальном плане, далось ей нелегко. И поэтому она не склонна к бессмысленному транжирству. Скорее четверка может оказаться в положении буриданного осла, то есть обессиленно упасть от голода между двух копин сена. Самый трудный для четверки момент, когда приходится делать выбор между двумя возможностями потратить деньги. Часто внутренняя борьба незаметна даже с самой четверки. Она подсознательно избегает такого положения. Охотнее всего четверка тратит деньги на семью и отпуск. В общем, можно сказать, что отношения с деньгами у этого числа не родственные, но дружеские. Так как четверка самая трудолюбивая из чисел для получения дополнительного дохода, ей приходится руководствоваться только этой характеристикой. Тем людям, чье число дня 4, не рекомендуется играть в азартные игры и лотерею. Четверка, разумеется, может попробовать. У нее даже получится выиграть какую-то мелочь. Но такое действие, возможно, и собьет с пути истинного, а в результате выигрыш превысит допустимые пределы. Простите, проигрыш превысит допустимые пределы. Самый верный и надежный для четверки путь к улучшению своего материального положения обратиться к халтуре, как ее пренебрежительно называют в народе. Хотя на самом деле она представляет собой дополнительную работу по специальности, которую можно найти не только на постоянном месте службы. Если речь идет о собственном деле, то попробуйте освоить пересекающийся с основным бизнесом направление. И все будет хорошо. Вот такие у нас были четверочки. А мы перейдем к нашим пятеркам. Финансовое положение пятерки можно охарактеризовать выражением то пусто, то густо. Отношения этого числа с денежными купюрами очень неровные. Даже если нечеловеческим напряжением воли пятерка добилась более стабильного положения, соблазн тратить, не считая, все же очень велик. Мелочность чужда пятерки по определению. И если ей как-то удалось научиться себя контролировать, то можно утверждать, что самое трудное уже позади. Если же пятерка попала в очередную черную финансовую дыру, ей стоит подумать о довольно нестандартном способе получения материальных ценностей. Вот примерный список занятий, которые могут оказаться пятерки заманчивыми. Первое это участие в любом качестве в избирательной кампании какого-нибудь депутата. Тамада на свадебных выходных. Или сваха. Может быть сваха, да? Ну и далее по мере склонности и фантазии. У пятерки, имеющей собственное дело, больше оснований рискнуть и выиграть, чем у кого-либо другого. А мы перейдем к нашим шестеркам. Ключевое слово по-прежнему равновесие. Если шестерка следует своим врожденным склонностям, ее материальное положение по большей части стабильно. Разумное соотношение полученного и истраченного помогает ей избежать частых обращений к кредиторам и финансовых крахов. Сочетание природной щедрости и разумной экономности позволит шестерке добиться достатка. Достатка в значении достаточно. Так ведь шестерка и не хочет лишнего. Если же обстоятельства складываются таким образом, что уже необходимо расширять русло денежного потока, то шестерка может исправить положение, если займется помимо основной деятельности мелким частным производством. Например, разведением породистых собак, кроликов, кошек, рыбок или продажей по весне рассады популярных сортов растений. Если же шестерка уже занимается частным производством, то можно посоветовать ей направить усилия на расширение рынка сбыта продукции. И все будет хорошо. А мы перейдем к нашим семерочкам. Деньги имели для семерки почти символическое значение. То есть они ей, конечно, нужны. Только ей никак не удается проникнуться до конца их значимостью. Помните, как у классика коммунизма. Товар, деньги, товар. Так вот, середина как-то выпадает у семерки из сознания. Получается примерно так. Я работаю и у меня появляются нужные вещи. Деньги такое отношение к себе не очень приветствует и обычно выходит из повиновения. Семерка может найти дома припрятанную когда-то немаленькую сумму и долго недоумевать по этому поводу. Самая сложная задача для семерки – донести деньги даже не до дома, а хотя бы до магазина. На заинтересованный вопрос, а куда же делись деньги, она застенчиво пожмет плечами и ответит – не знаю. И тем не менее семерка редко действительно нуждается. Как-то вот так все складывается. Этот феномен, честно говоря, мне и самой до конца непонятен. Единственное, что можно посоветовать семерке – отдавайте полученные деньги на хранение проверенным людям. И берите небольшие суммы на необходимые нужды. Если такого человека нет, попробуйте написать подробный список всего необходимого на неделю, месяц или год вперед. И ни в коем случае от него не отступайте. Если же семерке все же необходимо пополнить искудевшие фонды, можно попробовать взять кредит. Во-первых, это позволит избежать прямого контакта с денежными купюрами. А во-вторых, несколько дисциплинирует ее в отношении распределения денег. Ну а мы перейдем с вами к нашим восьмерочкам. Как говорят в народе, ученого учить только портить. Уж в финансах-то восьмерка прекрасно разбирается без помощи нумерологии. И все-таки хочется выразить свое уважение. Восьмерка понимает деньги до тонкостей. Если взять 10 человек одной профессии, работающих на одном предприятии, в одной должности, можете быть уверены, восьмерка всегда окажется в лучшем положении. Если представитель этого числа и не является преуспевающим бизнесменом, то лишь в силу независимых от него причин. Если восьмерка жалуется на недостаток денежных средств, то ей нужно лишь сосредоточиться на этой проблеме. И решение придет само собой. Оно просто появится у нее в голове. И совет для всех восьмерок, которые еще не сделали этого. Можете смело заниматься любыми формами частного предпринимательства. А вам никогда не поздно начать. Если же вы уже в обойме, то можно только пожелать вам никого, кроме собственного внутреннего голоса, не слушать. И даже стараться ни с кем не советоваться. И, естественно, приумножать уже имеющиеся. И все будет хорошо. А мы перейдем к нашим девяткам. Все, что касается материального положения девятки, можно сравнить с сообщающимися сосудами. Если у нее не все благополучно с финансами, то тут же появляются какие-то непредвиденные расходы. Денежный фонтан для девятки забьет, скорее всего, когда экстренной необходимости в дополнительных средствах не будет. Поэтому девятке стоит воспользоваться опытом хомячка. Получив некоторую сумму на руки, можно припрятать ее на всякий случай или хотя бы частично. А таким образом очередная статья расходов, появившаяся не вовремя, не застанет девятку врасплох. Если же денежный фонтан заглох надолго, девятка может воспользоваться своим основным предназначением, служением людям. Можно в частном порядке или в качестве представителя муниципальных служб помогать старым людям покупать продукты, иногда навещать их и так далее. Девятки, которые имеют собственное дело, можно посоветовать следующее. Если у вас не очень хорошо пошли дела, попробуйте заняться благотворительностью. Велика вероятность, что дела сразу пойдут на лад. Вот такие советы для наших девяти чисел рождения. Я надеюсь, что вам понравилось. Пишите свое мнение, насколько у вас это совпадает. И пока-пока!